Здравствуйте, в эфире ежедневная программа 13 регион, с вами Шакир Умаров. В очередной раз я расскажу о том, что произошло в Шемкенте за минувшие сутки. Наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. В ночь на субботу Шемкент накрыла очередная снежная волна. Снегопад привел к ряду транспортных происшествий. Но начнем мы не с них, а с инцидента, который произошел глубокой ночью в одном из банков. Сообщение о скандале поступило в полицию около 4 часов утра. Подробности в следующем материале. Секьюрити, которые вызвали полицейских, утверждали, что девушки нанесли имущество ущерб. В частности, они пробили гипсокартонную стену и разбили стекло банкомата. Обвиняемые выдвинули свою версию произошедшего. Мы пришли, мы хотели просто снять из банкомата деньги, расплатиться, уйти. Этот мальчик, вот закрыл дверь, он честно нам не давал снять ни денег, ничего. Он наглым образом вел себя вот в этом помещении. Его охранник вел себя так же. Если бы у меня чрезвычайную случайность не было бы, я бы не взломала, я бы не ломала. После инцидента заявили девушки и молодые люди, которые к ним приставали, испарились с места происшествия. Для того, чтобы установить точные обстоятельства и сумму нанесенного материального ущерба, двух юных дам повезли в полицейский участок. Спустя полчаса вызов поступил в противопожарную службу. Звонили с улицы Рыскулова. В одной из гостинств возникла угроза пожара. На месте происшествия были направлены несколько расчетов. За действиями пожарных наблюдала наша съемочная группа. Дым, который пошел из одного из помещений гостиницы, заметил охранник, близлежащий АЗС. Мужчина не стал терять времени, а сразу же позвонил противопожарную службу. Я увидел задымление со стороны заправки и сразу же примчался. Оказалось, что дым идет из гостиницы. Мы вместе с другими очевидцами вызвали пожарных. Хорошо, пожарные приехали вовремя и погасили очаг. Ликвидацией возможного бедствия занялись пять расчетов. Благодаря четким действиям крупного пожара и серьезного ущерба удалось избежать. Проводится выяснение обстоятельств этого инцидента. К утру снег усилился. На объездных дорогах стал появляться гололед. И это стало причиной нескольких дорожно-таспортных происшествий. О них в нашем следующем материале. Около пяти часов столкновения Volkswagen и самосвала хова произошло на объездной алматинской трассе близ выезда из микрорайона Кайпас. В аварию попали предприниматели, которые ехали на рынок. Вот что сообщили очевидцы. Мы ехали на рынок на небольшой скорости. Вдруг наша машина начала скользить и в нас въехал грузовик. Мы вместе с моим сыном, который был за рулем, остались зажатыми в салоне. Позже нас кто-то вытащил. При ударе аккумулятор замкнул и произошло возгорание. В легковушке везли мясо. Из-за возгорания груз не успели вытащить из салона. В результате авто и мясо сгорели. Люди не пострадали, но на всякий случай их обследовали медики. Пока шло разбирательство, очевидцы грелись в салоне полицейского авто. Проводится выяснение. Обстоятельств выясняется сумма полученного материального ущерба. Примерно в это же время в близбывшей свалке столкнулись Лада и Опель. Точные обстоятельства этой аварии неизвестны. На момент съемки участников ДТП не оказалось на месте происшествия. Можно предполагать, что и в этом случае причиной столкновения послужил головет. Очередное дрожь-тампортное происшествие произошло накануне на улице Оскарова. Участниками столкновения стали водители Ауди автомобиля охранного агентства. Со слов очевидцев, водитель немецкого авто пытался повернуть на перекрестке. Однако в этот момент в бок его ударила другая машина. К счастью, в этой аварии пострадавших не зарегистрировано. На месте происшествия работали полицейские. Такая была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцами пожара, ДТП или преступления, звоните к нам по телефону 56 16 32. Если вы зафиксировали, какую большинственную камеру мобильного телефона, отправляйте материал нового ЦАТ 13 региона. Номер увидите на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. С вами был Шакир Умаров. Будьте бдительны и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok